Ну что ж, друзья мои, рецепт по поднятию хорошего настроения. Как видите, настроение мое весьма улучшилось, что я вам тут демонстрирую уже практически полдня на своих видеороликах. И прекрасно вам видно и понятно, как настроение улучшается, улучшается и улучшается. И даже вот эти вот уже остатки самого вот этого негатива уже даже я смыла в душе. Да, так что все замечательно. Ну и что я хочу вам сказать? Что я хочу вам сказать? Вот я здесь сегодня не завтракаю, я сегодня здесь почти ужинаю или я даже не знаю, как назвать вот это вот принятие пищи. В общем, пью чай с яблоками и зефиркой. Да, именно так. Продолжаю давать вам советы, как поднять хорошее, как поднять ваше настроение. Да, если вам его кто-то там испортил, но, как я вам уже говорила, никто вам его не испортил, так все эти мысли в вашей голове находятся. Выкидывайте их оттуда. И вот мы уже закрепили результат с этим танцеванием под песню секс-бомб, да, обощутили себя секс-бомбой. И нужно теперь закрепить вот это ощущение секс-бомбы в себе. Именно так. Поэтому, друзья мои, поэтому. Что необходимо сделать следующим этапом? Следующим этапом необходимо пойти на свидание. Именно так, именно так, да. Чтобы вы думали, у меня есть специальная папочка, здесь вот людей, с которыми я общаюсь, которые регулярно меня приглашают на свидание. Вот вам может показаться, что я совершенно недоступна для каких-то там свиданий, да, может кто-то стесняется из вас меня пригласить. Однако, однако. Вот этим вот людям сегодня повезло. Я сейчас выберу с кем и пойду сегодня вечером до свидания. Именно так. Ну, разумеется, все вы помните вот этот день жениха, да, как там Умарбек, Фархут, Лакал, Рахат, Лукум и так далее. Вот их мы оставим, их мы оставим, потому что мы совершенно точно знаем, что они не владельцы трехкомнатных квартир на Невском проспекте. И поищем более что-нибудь, более что-нибудь интересное, да, вот какого-нибудь такого человека выберем, с которым мы можем приятно пообщаться. То есть человек, с которым у меня была какая-то переписка, то есть я могу уже представить, что мы с ним о чем-то можем поговорить. Ну, невозможно сходить в кино. Ну, а там, я даже не знаю, чем может закончиться свидание, как вы думаете? Чем может закончиться свидание? Угу, угу, так, так. Угу, угу, угу. Ну, я не буду вамрать, список здесь не очень длинный, конечно. Приблизительно 8 человек. Нет, не 80, не 80, всего 8. Всего 8, да, вот у меня кандидатов на сегодняшнее свидание. Ну, и, пожалуй, что остановимся мы вот на вот этих трех. Сейчас я им напишу, и кто-то из них обязательно мне ответит. Ну что, друзья мои, что я вам хочу сказать по поводу свидания. Конечно, конечно, большинство из вас, ну, особенно если это женщины, да, я не беру вас сейчас в расчет мужчин, так как я сама женщина, разумеется, первый посыл именно к вам, да. Да, разумеется, вы ждете, пока вас пригласят на свидание. Но, но, если вы заинтересованы именно в поднятии хорошего сцена, не стесняйтесь, напомните себе вот тем людям, которые не прочь с вами сходить на свидание. Что, собственно говоря, я сейчас и делаю, вот напоминаю им о себе, да, вот, возможно, я им дала какую-то надежду некоторое время назад, а вот сейчас прямо, прямо вот эту вот надежду у них окрыляю. Окрыляю, да. Ну и что, обязательно сейчас кто-нибудь из них ответит мне, двое из них онлайн, одного нет, одного нет. Ну и на свидание, на свидание, разумеется, вот эти ваши остатки, вот вы уже будете вообще, вы уже даже забудете, о чем вы там грустили, потому что нужно всегда быть открытым, открытым новым, да, новым вот этим впечатлением, новым знакомством. И это свидание, может быть, и не закончится в квартире на Невском проспекте, такое тоже может быть, оно может закончиться всего лишь там на последнем ряде в кинотеатре, в зале кинотеатра, да, может быть, просто вас даже после этого свидания даже до дома не проводят, такое тоже может быть, но тем не менее на свидание нужно идти, нужно впечатляться и переключаться на что-то новое и интересное. Да, 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 да. Неприятные вести, он, скорее всего, совершенно не собирался вас ни обидеть, ни оскорбить и настроение совершенно он не собирался портить, высказывая вам какие-то... Вот видите, мне уже ответили. Да, как интересно, как интересно. Ну что ж, возможно, вот уже первый кандидат на мое свидание сегодняшний вечер. Так вот, этот человек, принесший вам вот такую какую-то информацию негативную совершенно для вас, он совершенно не подразумевает, что это может вас ранить настолько. Абсолютно, абсолютно нет, он просто доносит до вас какие-то очередные свои мысли или какую-то такую информацию, связанную с его жизнью, она совершенно не соприкасается с вашей. А вы, ожидая чего-то, возможно, от него большего, вдруг разочаровываетесь, да, это вот как раз тема вот тех самых разочарований, вдруг разочаровываетесь, вот это настроение ваше падает, ну как же, ну как же, ну вы ждали, вы ждали, что вот вам, ну я не знаю, радость вас ждет, вот вы обретаете что-то новое и интересное, а здесь вот так вот все. На самом деле, этому стоит порадоваться, этому стоит порадоваться, потому что, потому что, когда вы понимаете, что ждать здесь больше нечего, вы должны понимать, что вас ждет еще более что-то интересное вот в вашей вот этой вот окружающей жизни, да. Совершенно верно, ну что, вот мне уже пишут, мне уже пишут в ответ, поэтому, ну что, день задался, друзья мои, вернее он не задался, а с утра можно сказать, а можно сказать, что и задался, и задался, и закончится, мне кажется, сегодня он потрясающе, продолжится, начался он у меня как-то так, весьма интересно, весьма сомнительно начался этот день, продолжился, ну все вы видели, как вот только душ я вам не показала, ну вы видите мою мокрую голову, ну и вот, прекрасно. Осталось только договориться о месте встречи, ну как правило, встречаемся на станции Маяковской, ну как вы понимаете, потому что безмерно уважаю гений Владимира Владимировича Маяковского, вот там я и назначаю все свидания, ну если их назначаю сама, или по крайней мере, если, если речь идет о том, что я должна выбрать место, да, но иногда назначают мне. Так что, друзья мои, не грустите, не переживайте, любое дурное известие в вашей жизни может обернуться трехкомнатной квартирой на Невском. Может, может. А может быть и еще чем-нибудь более прекрасным и интересным. Ну что, тут завязалась переписка, поэтому я буду договариваться. Разумеется, я вряд ли смогу показать вам само свидание, ну просто я считаю это некорректным, я считаю это некорректным. Ну, по возможности, что-нибудь озвучу, что-нибудь озвучу, потому что в моей жизни, вот на сегодняшний день, вы у меня, самое дорогое, что есть у меня в жизни мои подписчики, друзья ВКонтакте, в Инстаграм, на Ютубе и так далее, и так далее, и так далее. Потому что основное, чем я сейчас занимаюсь вот в этой жизни, это вот общаюсь с вами, развиваю свой вот этот вот потенциал жизненный и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому задача именно в том, чтобы научиться вам и мне тоже вместе с вами руководить своей жизнью самостоятельно и всеми вот этими процессами происходящими, грустными настроениями, хорошими настроениями, да, идти по жизни, нести себя в эту жизнь красиво, прекрасно, смело и весело. Так что все, буду я продолжать переписку, ну а вам хорошего дня, хорошего дня, да.